Добрый день! В эфире специальный выпуск Маховой 9. С вами Милена Кисина и Андрей Михайлов. А вот что можно сказать о нашей гости. Она родилась и выросла в Японии. Уже много лет живет в Санкт-Петербурге. У нее много разных медалей. Она хорошо прыгает и вращается. Ну что, догадались? Конечно, это Юка Кавагути, двукратный чемпионка Европы, двукратный бронзовый пятер чемпионатов мира и трехкратный чемпионка России в парном фигурном катании. А в нашей студии она сегодня благодаря Японскому центру факультета журналистики МГУ. Юка-сан, коничио. Дианаризму гакубу ни окоши и тадаки домооригатого заимас. Да простите меня, японский центр, я ничего не понял, поэтому давайте все-таки перейдем немножечко на русский язык. Первый вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы одной из первых сделали сложнейший элемент, выполнили выброс четверной сальхов. Расскажите, пожалуйста, было ли вам страшно идти на такой прыжок и откуда пришла идея попробовать именно его? Да, было страшно, но я очень хотела, потому что если у меня мой любимый манга, а там манга про фигурное катание, и там парное катание, про парное катание, и вот эта пара японская пробует четверной выброс. А еще, когда я каталась одиночницей, я хотела четверной прыжки, но я думала, люди не сама прыгают, если кто-то там кидает, так легче, здесь же не легче будет. И вот так. А есть же, насколько я знаю, одиночный вариант такого сальхова и парный. Какой сложнее выполнен? Да, честно, у меня как одиночный саль, самый нелюбимый прыжок это сальхов. Но на выброс сальхов легче. И мы делали не только сальховский выброс, а ребрики. У нас два выброса четверной. Вы открытали, наверное, невероятное количество программ, но какая ваша самая любимая? Моя самая любимая — «Лебедь» на Европе и в Банкувере, Олимпиаде. А не могли бы рассказать немножечко, что в нее входит, какие элементы, может быть? «Лебедь» — это короткая программа, там входит прыжок, подкрутка, подделька, то-дис, парное вращение, параллельное вращение. Но мне вот эта музыка очень нравится, мне вдохновляет. Я очень люблю танцевать «Лебедь». Почему вы не вернулись в Японию после завершения своей спортивной карьеры? Я еще думала об этом, но пока у меня здесь возможности больше, я считаю. И мне жарко просто так бросать паспорт русский, потому что я знаю, что вы получите паспорт русский. Много людей мне помогали. А вот помощь, которую все делали, я не хочу просто так на воду бросать. Вы тренировались и в Японии, и в России. Так в чем разница тренировочного процесса? Когда я тренировалась в Японии, мой тренер, он много, много приглашает из России, то есть из Советского Союза, приглашает хорошего тренера и фигуристов. Поэтому в моей группе именно не индивидуально, а в группе. Система тренировок — это русская система. Поэтому мне не так тяжело, не сложно, чтобы переходить именно в Россию тренироваться. Вопрос, я думаю, который интересует очень многих девушек, наверное, больше все-таки. Вы находитесь в замечательной форме. Как вы ее поддерживаете? Есть какой-то секрет своей диеты или что-то еще, какие-то упражнения? Нет, я не сижу на диете. Я не могу сидеть на месте, я все время двигаюсь. Двигаетесь в плане, путешествуете? Нет, в зале я занимаюсь, это уже как наркотик. Я не могу не тренироваться. Когда я не тренируюсь, второй день или третий день у меня начинается, ну, тело болит, потому что я не двигаюсь. Можно сказать, беда, спортсмен или валерина вообще, которые привыкли каждый день тренировать, сразу бросать нельзя. Это мне коллеги сказали. Если бросишь, надо очень под конечку, чтобы тело не испугали. По вашим рассказам понятно, что тренировки, фигурное катание — это ваша настоящая страсть. Но чем вы увлекаетесь еще? Должны ли у вас какие-нибудь хобби? Я люблю готовить. А какое ваше любимое блюдо, ваш фирменный рецепт? Много разных тортов я испугаю. И все время всем подарю на день рожения. У меня разные рецепты много, но не русский рецепт. А какое русское блюдо самое любимое? Мой тренер — Тамара Николаевна. Муж хорошо готовит, Игорь Борисович, ланш. Сейчас он уже не готовит, но то, что он готовит, — борщ и колечка. И все, что он готовит, — очень вкусно. А сейчас дочка там, она все готовит. И то, что она готовит, я очень люблю. У вас было много травм, и в принципе в спортивной карьере это довольно частое явление. Расскажите, как можно после падения побороть страх и снова встать на лед? Я стараюсь сразу ходить в хорошем настроении. Почему-то, когда что-то у меня болит или что-то у меня травма, то у меня больше, наоборот, захочется. Потому что если ты каждый день тренируешь, тренируешь, тренируешься, не хочется, да? А как только не сможешь, тогда захочется еще как покататься. Ну вот так, повторение вот так. Замечательный навык. У большинства людей наоборот. Они пытаются, стараются, а потом такие, нет, я лучше полежу на кровати. У них нет этого такого спортивного азарта. Вот недавно в Японии прошел чемпионат мира. Там успешно выступила наша юная пара, которая как раз-таки тренировалась у вашего тренера Тамары Москвиной. И Тамара Николаевна рассказала, что вы помогали в процессе их подготовки. Расскажите, как это было? Мы с Сашей немножко помогали, но основной Тамара Николаевна сработали. Ребята очень хорошо выступали, они хорошо работают, у них есть будущее. А вы прорабатывали с ними какие-то элементы, может быть, делились каким-то опытом? Дополнительные мотивации создавали? По элементам нет. Они все хорошо выполняют, а именно психологически помогают. Как надо готовить к старту. Как можно человека, ну, допустим, смотивировать лучше, подготовить к выходу на лед в таких серьезных соревнованиях? Мы занимаемся любимыми делами. Если хорошо подготовлено, то надо всем показать. Мы хотим показать, поэтому специально никакой подготовки нет. Если не любите поступать, то до свидания. Какое ваше было первое впечатление о России? Что больше всего шокировало или наоборот больше всего понравилось? Первое, темно, потому что я приезжала в декабре. Темно, темно, темно. Ничего не видно, даже в аэропорт. Там был старый в аэропорт в Питере. Все одеты черным. Но мой партнер, его мама, со мной встречала с Розой. Это иногда меняет, это удивительно, потому что в Японии такой традиции нет. Это было очень приятно. О России существует множество стереотипов. Наверняка вы слышали о них до того, как прибыли сюда. Расскажите, какие размечались с вашим приездом, а какие оказались правдой? Есть стереотипы о России? Да. Ну, например, там, медведь, балалайка. Ну да, да. Вот что-то такое. Водка, медведь, все, да, что больше. Вы знали ли о каких-то стереотипах о России до того, как приехали сюда? Наверное, да, потому что мой папа часто по делам приехал в Россию, в Москву. Поэтому у меня дома много свиней, матрешка, хорошая кукла, многого. Про Россию плохой стереотип, в принципе, у меня ничего не было. Но стереотипы только балет у вас хорошая, матрешка, потому что я волка не пила, не смогла, а сейчас могу, только хорошая стереотипа. Ну, если мы уже заговорили тут о балалайках, медведях, то что больше всего вам нравится в русской культуре? А есть ли у вас какие-нибудь любимые русские традиции? Что мужчина подает женщинам цветы на каждый праздник или на день рождения, потому что я очень люблю цветы. Я вот слышала, что в Японии, например, на 14 февраля принято, что женщина дарит мужчине конфетам. В России же все наоборот. Я думаю, вы, наверное, тоже очень удивились, когда наступил этот праздник впервые в России для вас. Нет, это потому что до этого я жила в Америке, в Америке тоже 14 февраля, это как день любви, но только не как в Японии женщины подарили мужчину шоколадку. Мне кажется, это только компания, шоколадная компания. Поэтому нет, я не удивляюсь. Сложно ли вам было учить русский язык? Очень. А что было самым сложным? Граматика, учить слова? Граматика. И еще есть мускар, женский рот, английский нет такого. И долго вы совершенствовались, когда поняли, что... Я никогда не совершенствую. Человек никогда не совершенствует. Когда ты чувствуешь себя, что я совершенствую, все, на этом все закончится. Мне интересно жить. А на каком языке вы думаете, на японском или на русском? На японском, на русском и на английском. А, на всех трех вместе. Такой русско-джи-пенглиш получается. Иногда мне легче на русском думать, иногда на японском. Вернемся все-таки к вашей, к родной стране. Почему из Японии, может быть, это какая-то традиция, может быть, это какое-то место, вы скучаете больше всего? Дома, то, что мама готовит. А больше сейчас, раньше, да, я скучала, но сейчас я не скучаю. Наоборот, сейчас, когда я поеду в Японию, да, ну, где-то две-три недели, а здесь второй недели, но мне хватит. И я скучаю по России, потому что я там чувствую себя не как на родину, а как гости я приехала. А есть какой-нибудь элемент японской жизни или культуры, который вы до сих пор в России не смогли заменить? Ну, например, мы не спим на татами, а может быть, вы как раз в Японии привыкли спать только на них. А я сейчас тоже на полосе сплю, да. Ну, еще, наверное, в туалет. А, которые не разговаривают, да, к сожалению, у нас не поеду, не говорят. Нет, ну, кто-то еще в туалет, наверное, вы еще в России надо немножко развиваться. Вы окончили два университета в Санкт-Петербурге, но по очень разным профилям, по международным отношениям и по экономике управления на предприятии машиностроения. Почему такие разные профили образования? Первое образование просто я выступала, потому что тогда у меня не было партнера. Могула уехать, но я хотела с Тамадой Николаевной тренироваться. Она мне сказала, если не получишь катание, то получишь хотя бы русский язык и образование. И все-таки она считала, что образование самое важное, чем спорт. Спорт не может до 100 лет кататься. Я думаю, благодаря Тамаду Николаевну я делал хороший, ну, правильный выбор, чтобы выступала. Я хотела немножко поинтереснее, я могла выбрать, ну, лингвистик, да, русский язык. Но почему-то я выбрала международные отношения. Я это почему, я не знаю. А второе образование просто, а тогда это у Саши была травма большой. И мне пришлось меньше кататься, и время появилось, поэтому... Такой, наверное, важный для нас студентов вопрос. Получается, образование и Ваш диплом Вам пока еще не пригодились, да? Вы не работали по профессии. Пока нет, но я хочу. В будущем, в перспективах. Машиностроение. А есть ли какие-нибудь СМИ спортивные или нет, которые Вы читаете каждый день? Я раньше, кстати, раньше много смотрю новости, да, когда происходила война, украина, там показывают только войну, и я место плохо. И все, телевизор в Астане старый, я бросил телевизор, и до сих пор я еще не купил новый телевизор. Сейчас многие спортсмены говорят о негативном влиянии СМИ на фанатов, либо на самих спортсменов. Следили ли Вы, что пишут о Вас в СМИ? Я вообще не следила, потому что, ну, во-первых, Томана Николаевна старалась от этого, ну, слушайте, она защищала нас от СМИ, потому что хорошего, плохого, ну, все равно это нам мешает. Вот, поэтому я старалась вообще мечтать, и даже хорошее, да, иногда приятно, иногда хочется вот этой поддержки. Даже тренер, она, когда хватит, мне неудобно станет, и говорит, Юлкочка, хорошо, Умечка, Умечка. Ну, все, я все, я когда-нибудь не то, что ругаю, то есть делать много замечаний, но мне хорошо. Спортивная злость. Да, вот именно. Я думаю, у наших гостей есть также много вопросов, которые они очень хотят задать, поэтому кто из наших дорогих друзей хочет... Начнет первый. Начнет первый, да. Мне, знаете, интересно, вот этот момент, когда вот вы катали уже последнюю программу, вы чувствовали, что вы звезда на тот момент? Наверное, тогда я очень стеснялась, и я даже не хотела себя чувствовать, но чувствовать как звезда. Я это не хотела, может, это дали мне уверенность, но тогда я не хотела быть звезда. Не то, что не хотела, я не люблю, когда, ну, не то, что я не люблю, хорошо, когда просят фотографии, это приятно, очень приятно. Но быть прямо, я звезда, я так ходить не люблю. На пике вашей спортивной карьеры, кого вы считали своим главным соперником, какую пару? Самым главным соперником? Я сама. То есть не было никаких пар из других стран, с кем бы особо хотелось рожаться, допустим? Надо делать на выступление, надо делать свою работу, а остальное все же решает. Вы и учились в Санкт-Петербурге, и живете в Санкт-Петербурге. Почему именно этот город? Потому что Тамара Николаевна там живет, вариантов у меня нет. Вы в самом начале сказали про вашу любимую мангу о фигурном катании. Как она называется? Айна Аланфес, еще она арабеска, это про балет, это две манга влияли на меня очень-очень сильно. Когда я маленький, до 15 лет, мне не нравилось фигурное катание, это мама, она меня заставила. То есть для меня фигурное катание это принудительное хобби. Да, и сейчас я не могу сказать, то есть я сама еще не понятия не имею, что я могу жить без фигурного катания, но я не жалею ни на минуточку, что мама куда-то привела меня в фигурное катание. Сейчас на всех соревнованиях огромное количество японских фанатов. А скажите, когда вы начинали соревноваться, было ли так популярно фигурное катание в Японии? Нет, вообще, когда я начала фигурное катание, я сама не знала, в Японии болеть было очень популярно, а фигурное катание нет еще, это очень дорогой спорт, дорогой стоит. Поэтому очень мало людей занимались, а сейчас да, все знают фигурное катание, но вообще все, что фигурное катание это какой-то, не знаю, буб. А с чем связана такая популярность, такая популярность в Японии? Ну, потому что Аракава Шизака, одиночница, она стала чемпионкой, да, и так все начали, ну, когда есть чемпионка в стране, конечно, все начали интересоваться. Во-первых, показывать телевизор, все знают сразу, даже не интересует фигурное катание человеку, все равно, если на гроза попадает, то все знают. И так потихонечку начали развиваться фигурное катание. А вы сами сейчас следите за последними выступлениями ваших японских фигуристов? Нет, я честно говорю, я вообще не люблю спорт. Интересно, неожиданно, да. Я не люблю спорт, я не смотрю фигурное катание вообще. Когда я поехала с мамой на земные олимпиады в Нагану и смотрела выступление Лена, выраженная, для меня это самое первое и, наверное, последнее фигуристы, которые, она поменяли мою жизнь. А что в ней такого особенного для вас? Она очень красиво каталась, и я на Антона вообще не смотрю, она мне очень понравилась. У вас есть какой-нибудь талисман из Японии, может быть, который вам подарила ваша семья, или что-то, что напоминает вам о родных местах, и вы всегда это носите с собой? У меня вообще такого нет, потому что, ну, просто нет, как будто у тебя что-то надо без с собой всегда, но ты очень на это полагаешь. Даже несмотря на то, что вы не следите за фигурным катанием, не смотрите соревнования, вы все равно наверняка слышали о том, что сейчас юные фигуристки исполняют четверные прыжки. Да, да. И что вы об этом думаете? Вредит ли это как-то здоровью или как-то скажется в будущем? Хорошо, что все техники очень высокие сейчас стали. Как тренироваться, это зависит от времени тоже. И я считаю, что очень здорово, что четвертая ручка, да, наша девушка прыгает, это очень здорово. Я хотела спросить о том, нравится ли вам что-то из русского искусства, то есть помимо фигурного катания что-то, может быть, музыка или там русская живопись? Музыка, да. И мне очень нравится балет, русский балет, я русский балет очень люблю. Какое самое любимое? Постановка. Не то, что мне постановка, мне нравятся движения, именно которые русские школы, вот именно русские школы, движения. Мне нравится, все красиво, руки вот так красиво, отличаются от американской и парижской. Насколько тяжело вам было с партнером найти общий язык? Наверное, вы с своим партнером провели время больше, чем, не знаю, со своей мамой, да? Да. А именно взаимоотношения, да, очень сложно. У меня был такой корчашок от него, но я не могу сказать, что только я получил корчашок. Он тоже большой корчашок от меня, потому что я большинство, я мальча, он ничего не понимает. Но иногда люди мальчат и сидят в своей работе, это самое то. А то, когда ты начинаешь разговаривать, то это трата времени. Чувствуете ли вы себя своей, когда приезжаете в Японию сейчас, или все-таки где-то вы уже наполовину русская, или на четверть, или на сколько процентов вы стали русской, и что все-таки вот у вас внутри изменилось? Я не могу сказать, что это со стороны кто-то, третий человек может сказать, но когда я приеду в Японию, когда я разговариваю, да, когда я спрашиваю, ну, когда я говорю по-японски, на-ни, э, а по-русски, а, а, это, да, в Японии это очень грубо, то есть неприятно, то есть, ну, неприлично звучит, ну, у меня уже привычка, а, 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 а что? Ну, это, это, я когда это чувствую, что я стала русской. Кем вы мечтали стать, когда вырастите, до того, как мама вас отвела в фигурное катание? А вы знаете японский язык, нет? Немножко. Балерина, пианист, Ошиу-жино-сенсей, Оханая-сан, Кейки-я-сан, Понятно? Давай, а вы будете переводить, давай, отвечай со мной. Кондитером, просто в цветочном магазине, балериной, а, и художницей. Нет. Нет? Преподавайте каллиграфию, по каллиграфии. А, буду учить японский язык. Так я тогда задам последний вопрос. О каком событии вы бы могли сказать, это самый лучший момент в моей жизни? Каждый момент это самый лучший, поэтому не могу сказать, когда-то был мне самый лучший, тогда что, сейчас самый лучший, что ли? Нет, сейчас самый лучший. И небольшой блиц-опрос, когда я буду быстро задавать вам вопросы, а вам нужно будет, сильно не задумываясь, на них отвечать. Онигири или сырники? Онигири или сырники. Кокошник или кимоно? Кимоно. Мисо-суп или борщ? Мисо-суп. Богатырь или самурай? Хорошо, сакура или русская березонька? Нет, сакура. Спасибо. Спасибо вам большое, Юка-сан, что вы пришли сегодня к нам в студию. В нашей студии была Юка Кавагучи, российская фигуристка, чемпионка России и Европы. Мы благодарим Японский Центр факультета журналистики за организацию этой встречи. В студии с вами были Андрей Михайлов и Милана Кисина. До встречи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.